Наш гость уже с нами. Эдмон Марукян, посол Армении по особым поручениям. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, связь есть, отлично. Слышно, да. Да, вся связь есть. Давайте про официальную позицию. Какая официальная позиция Армении сейчас по происходящему на Горном Карабахе? Армения работает со своими международными партнерами. Вы знаете, что уже Франция созвала встречу в Совете Безопасности ООН. И, насколько я понимаю, завтра в полдень будет эта встреча. Армянское правительство, армянское государство резко осуждает действия Азербайджана. Все это есть публично. Мы неоднократно говорили, что Азербайджан планирует этнические чистки в Нагорном Карабахе. Уже 9 месяцев закрыт Лачинский коридор. Люди там голодают. А сейчас азербайджанская армия с вчерашнего дня, да, там агрессивные военные действия начали против мирного населения Нагорного Карабаха, против народа Нагорного Карабаха. Убивают мирных людей, детей, женщин. И в основном начали атаковать войны и действия начали с атаки по позициям армии обороны Нагорного Карабаха. И все это продолжается до сих пор. Бомбят артиллерийскими всеми средствами уже Степанакерт со вчерашнего дня. И у нас даже нормальной связи нет, чтобы понять, что там происходит. Ну все понятно, что война, война продолжается. Вам принадлежит фраза, да, вы написали, теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке голодающих людей. Объясните, что вы ждете от Америки? Ну смотрите, российские каналы взяли вот эту часть из моего твиттера. Но там есть маленькая статья о том, что зам госсекретаря, помощник зам госсекретаря, assistant to secretary, как называется, Юрий Ким на днях, ну там 3-4 дня назад в Сенате заявила, что Соединенные Штаты, на английском могу сказать, Соединенные Штаты не будут смотреть, толерантно относиться, терпеть, 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 да, этнические участки в Нагорном Карабахе. Я просто этот стейтмент набрал там в Твиттере и показал им, что вот они, вот у них есть такой коммитмент, что они должны что-то делать. Но в России это освещается так, как что вот Армения просит у Америки. Но до этого, мы же каждый день говорим о том, что Российская Федерация имеет там миротворческие силы. Есть трехсторонний документ, заявление, да, 9 ноября 2020 года. Есть обязательства Российской Федерации, насчет Натчинского коридора, мы уже 9 месяцев об этом говорим, насчет там сдержания там мира, все эти обязательства сейчас уже где они, уже все. Понимаете, вот об этом идет речь, а насчет Америки, насчет Евросоюза, они все говорили, что мы не будем смотреть, как там происходят этнические чистки. Вот такие заявления были. Ну, понятно, осуждающие заявления вчера были из всех партнеров, мы работали со всеми, что это надо прекратить, это надо немедленно прекратить. Но Азербайджан спокойно там воюет против мирного населения. Ну, понятно, что если Запад хочет что-то делать, у них есть очень много средств, они могут просто применять санкции против президента Алиева, даже не против Азербайджана, против президента Алиева, против окружения Алиева, против военных лиц генералов, министра обороны Азербайджана, которые сейчас в нарушении всех обязательств, в нарушении всех международных документов ведут там бои и убивают мирных жителей. И это все, это... Я прошу прощения, а вы не могли... Преступление против человечества. Простите, а как доказать, что именно этнические чистки? Это можно как-то доказать? Азербайджан это отрицает. Никто не сомневается в этом, просто... Сомневается? Азербайджан сомневается в этом? Не Азербайджан может сомневаться. Там убивают журналистов, там журналисты, ну, открытые, либеральные, да, такие журналисты, которые не под контролем, все они из Запада работают. Что Азербайджан что-то говорит об этом, да. Азербайджан вообще о чем говорит? Как надо, что это надо как-то вот доказательства привести? Пусть они прочитают заявление Freedom House, пусть прочитают заявление Human Rights Watch, пусть прочитают заявление Amnesty International, до этого какие истории были. Я не говорю о государстве, я говорю о правозащитных международных организациях, которые всем понятно, что независимы, и они все документируют все эти нарушения, массовые нарушения прав человека и массовые нарушения, вообще, как вести войну, понимаете? Они, знаете, как ведут войну? Они обезглавили много людей, мирных людей в Нагорном Карабахе, убили там пожилых людей в 2016 году. Все это задокументировано, все это есть, все знают. Они, ихняя армия, ихняя армия как ИГИЛ. Подождите, подождите, одну секунду. Объясните, пожалуйста, я прошу прощения, просто уточните. Официальная Армения признает Карабах территорию Азербайджана? Смотрите, было заявление Шарла Мишеля, что стороны Брюсселя официально заявляют, что они признают друг друга Армения и Азербайджан с квадратными километрами. Но в Армении это было как пекет, понимаете? Но в Армении были еще вопросы с этим, что мы готовы признавать территориальную ценность Азербайджана. Но Азербайджан должен под международным механизмом, то, что говорили и американцы, и европейцы, под международным механизмом гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха. Понимаете? Просто это часть забить от того, что вы признали. И вот это заявление. Ничего не подписано. Армения ничего не подписала до сих пор. Не подписан мирный договор о том, что мы заявляем, что мы признаем. И сейчас я не знаю, что происходит с этим заявлением. Потому что это заявление идет как пакет с тем, что народы Нагорного Карабаха будут права и безопасности. Где эти права? Где эти безопасности? То есть не признает? Или признает? Или сейчас вообще этот статус размыт? Вот в настоящий момент. Каков статус Карабаха глазами? Я вам об этом говорю. Я вам об этом говорю, что я не знаю сейчас, что будет с документом, которыми мы в переговорах работали над документами, которыми мы работали. Это драфт мирного договора. Я не знаю, что будет с этим документом сейчас. Потому что все это пошло с тем, что Азербайджан под международным механизмом будет гарантировать права и безопасности народа Нагорного Карабаха. А сейчас там идет второй генетизм армян. Я не знаю, что Шарль Мишель с этим заявлением. Что с этим может сделать Пашинян в настоящий момент? И как вы оцениваете его высказывания по поводу того, что... Смотрите, до сегодняшнего дня, примерно уже две недели, азербайджанские войска под номер один стоят по всей линии соприкосновения по границе Армении с Арменией. И они ждут. До этой операции они все это организовали. Что если один патрон из армянской армии, из республики Армении, кто-то будет стрелять, они войдут уже на территорию. Они войдут уже в Армению, не в Нагорный Карабаха. Все это понимают, все это знают. Что эта провокация еще ведется в числе... Запланировано, чтобы если будет какое-то вмещательство со стороны Армении, они войдут и начнут атаковать Сюникский регион Армении, Гераркуникский регион Армении. И, кстати, уже год назад в эти дни Азербайджан ввел агрессию против Армении, примерно 150 квадратных километров Армении в суверенной территории республики Армении, которая под защитой ОДКБ и Российской Федерации была оккупирована и до сих пор оккупирована. И на все наши требования, что они должны выйти из территории республики Армения, они там остаются. Они там живут, фотки там поставляют. И ничего не было со стороны ОДКБ и Российской Федерации. Сейчас у Армении есть только дипломатия. Работают с партнерами, которые говорили, что мы не будем толерантными, если что-то начнется в Нагорном коробах. Это США, это Франция, это Евросоюз. Ну и все страны, отдельно взятые Европейского Союза, все страны, которые являются членами Объединенных Наций, мы со всеми работаем, есть заявление. Но это заявление, просто заявление. Посмотрим, что будет в Совете Безопасности ООН завтра. А люди, которые живут сейчас на Нагорном Карабахе, это почти все граждане Армении или все граждане Армении? Ну вы понимаете, что значит граждане Армении? У них, они... Паспорт какой у них? Ну понятно, о чем вы спрашиваете. Смотрите, мы просто забываем, что было. Во время коллапса Советского Союза Азербайджан, азербайджанский Межлис, они пошли против автономии Нагорного Карабаха и начали массовые нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. Потом Нагорный Карабах самоопределился и проразгласил независимость. Понятно, что никто не признал Нагорный Карабах. Но эти люди должны были как-то жить. Да, у них были армянские паспорта, чтобы как-то они могли жить. С чем они должны были жить? С какими документами? У них были советские паспорта, которые нигде не проходили. Там есть и граждане России. Там есть и граждане, может, и других стран, кто знает. У них есть какие-то документы, и с тем можно пойти куда-то. И мы забываем, что Нагорный Карабах прошел путь независимости. Они строили государство, понимаете? У них есть президентский институт, парламентский институт, местное самоправление. Есть армия самообороны. Сейчас что происходит? Азербайджан говорит, что там есть армия республики Армении. И вот поэтому мы сейчас ударим по инфраструктуре армии республики Армении. Там армии и республики Армении нет. Там есть армия самообороны Нагорного Карабаха, который как государственный институт был создан после того, когда Нагорный Карабах провозгласил независимость. Все забывают об этом, что это непризнанное государство, которое из-за того, что Азербайджан, метрополия в Советском Союзе, нарушал права граждан, у них возникло право на самоопределение. Я сейчас вам говорю о международном праве. Это международное право. Сейчас что происходит? Они говорят, ну вы же проиграли войну. Хорошо, мы проиграли войну. Армения проиграла войну. Нагорный Карабах проиграл войну. А где автономный статус Нагорного Карабаха? Подождите, никто не признает, ведь Нагорный Карабах не признанное государство ни одной страной в мире. Правильно я понимаю? Я не об этом говорю. Подождите, я не об этом говорю. Я не о государственности говорю. Я говорю о том, что у них был статус автономии. У них был статус автономии. Азербайджан в течение 20-25, в течение всех переговоров, давайте так скажем, они говорили, что у них будет самая высокая автономия. Самая высокая автономия. Но она же не предполагает силы самообороны и вооружения артиллерийскими установками. Этот статус предполагает вооружение и военную технику. У них же есть обязанность, что они должны начать переговоры с представителями Нагорного Карабаха. У кого? Под международными... У Азербайджана. Они считают это своей территорией. Почему там стоят артиллерийские установки, которые стреляют в СУУ Азербайджана? В Азербайджан, извините. Подождите, они должны были начать переговоры. И во время этих переговоров дать им гарантии, международные гарантии, механизмы. После этого вопрос армии самообороны был бы решен, понимаете? Почему им нужна армия самообороны? Потому что их обезглавливают азербайджанцы. Обезглавливают просто. Изнасиливали женщин, обезглавливают все. Есть там все эти фотки, видео. Все есть, все есть. Все это доказано. И что было после этого? Они должны были просто начать эти переговоры. После этого, когда народ Нагорного Карабаха получил все гарантии, они бы всю эту армию... Демилитаризация. На чем она ставит Азербайджан? Все это было. Все это было во время переговоров. Все это было. И у них была обязанность пойти на переговоры с народом Нагорного Карабаха. С представителями. Сейчас они что делали? Они не пошли на переговоры. Они ничего не сделали, чтобы было доверие между сторонами. Они постоянно убивали, организовали диверсионные группы и отправили в Нагорный Карабах, чтобы взорвать что-то, чтобы убить кого-то, чтобы просто взять кого-то и как военно-пленный держаться в азербайджанских тюрьмах. И после этого, как они должны были пойти на переговоры? Вели там предложение, что давайте пойдем на переговоры в разных странах. Они говорят, а мы вам приглашаем в Баку. А если они приедут в Баку, кто-то оттуда обратно вообще-то может? Ну, понимаете, у нас сейчас, я прошу прощения, у нас с вами разговоры сводятся к тому, что Азербайджан очень плохой. Он очень плохой, но он очень сильный в настоящий момент. И мне не очень понятно, кто может и хотел бы защищать Карабах, кто может организовать эвакуацию, если она нужна, при том, что никто не признает Карабах, но все признают территориальную целостность Азербайджана. Даже если он очень плохой, потому что пока это все вот этнические чистки. Вы говорите, они есть, азербайджанская сторона их нет. Это просто риторика. Хороший вопрос. Мы не говорим о том, что кто плохой, кто хороший. Может, я тоже очень плохой. Я юрист международный, я говорю о том, что есть международное право, есть международные обязательства, и Азербайджан нарушит все эти обязательства и нарушает международное право, международное гуманитарное право. И это военные преступления. И если даже пройдут, не знаю, 10 лет, 15 лет, они должны ответить за все эти нарушения. Понимаете? Это не пройдет. Это не пройдет. Это так не пройдет. Я об этом говорю. Я говорю, что кто-то плохой. Может, плохой, неплохой. Там, не знаю, там, международное сообщение тоже может плохой. Все плохие, ну и что? Есть международные документы, есть международные договора, есть обязательства, и Армения все свои обязательства выполнила. О чем мы говорим? Я даже не говорю, что там, не знаю, Россия плохая, этот плохой, этот нехороший. О чем идет речь? Вы, как граждане России, я хочу вам задавать вот такой вопрос. Смотрите, когда вот 10 ноября было подписано трехсторонное заявление, вот есть указ президента Российской Федерации о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, в котором президент России на основании трехсторонного заявления постановляет направить миротворческий контингент в Нагорный Карабах, цитирую, в целых сохранении режима прекращения огня и поддержания мира в Нагорном Карабахе. Потом Совет Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в котором дается согласие президенту РФ на направление вооруженных сил России в Нагорный Карабах, цитирую, есть постановление уже Совета Федерации. В целых соблюдение договоренностей о прекращении огня и других противных действий во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинение существенного ущерба гражданским объектам. Вот эти цели, которые были пославлены под миротворческий контингент. Сейчас там есть массовые убийства, гражданская инфраструктура все повреждено, они под бомбежками артиллерии. Сейчас нарушается внутреннее законодательство Российской Федерации. Господин Посол, у этих миротворцев же не прописаны их полномочия. Где не прописано? Вот в этом вот мандате. Там же не прописаны их полномочия. Это законодательство Российской Федерации. Какой мандат? Когда войска Российской Федерации вошли куда-то, под каким юридическими документами они вошли? Они вошли под этими юридическими документами. Сейчас нарушается внутреннее законодательство Российской Федерации. Потому что Совет Российской Федерации отправил военные контингенты в Нагорный Карабах, чтобы они там защищали мирное население и не допустили, чтобы кто-то артиллерийскими бомбежками ударил на гражданскую инфраструктуру. Вы ждете поддержку со стороны России? Конечно, есть там обязательства. Давайте, кстати, голосование наше. Это никто не отменял. Если из Российской Федерации кто-то скажет, что все, отменено, Совет Федерации сейчас отменяет этот документ, хорошо, мы ничего не будем ждать. Мы ничего не будем ждать. А сколько ждать? Подписан. Я говорю о том, что есть обязательства. Нет, я понимаю, просто вот в данный момент, там идут боевые действия на территории. Мы не ждем, мы работаем. Мы не ждем. Мы работаем с международным сообществом. Мы работаем с международным судом ООНа. Мы работаем с европейским судом по правам человека, где Азербайджан является членом. Мы работаем со всеми. Скажите, пожалуйста, а вот как раз в связи с этим вопросом, а есть ли сейчас, и если есть, то сколько международных разбирательств по факту, по фактам, как вы сказали, военных преступлений Азербайджана против собственного этнического меньшинства? Давайте так это назовем. Если мы признаем Карабах территорию Азербайджана. Вы говорите об этнических чистках. Есть процессы и будут процессы. Есть какие-то вот установленные факты? Азербайджан, установленные факты много, очень много. С 2016 года. Но Азербайджан не является членом международного уголовного суда. Но есть другие механизмы. Есть универсальная юридикция, есть другие механизмы, которые мы можем и будем использовать. Если кто-то там думает, что они будут убивать мирных жителей Нагорного Карабаха, истреблять население и потом жить в мире и спокойствии, это так не пройдет. Смотрите, должна ли Россия сейчас поддержать Армению? Да, 55%. Нет, 45%. Ну, то есть, когда вот так мы вокруг 50%, то это означает, что единства мнений нет и среди наших слушателей в том числе. А что с Арменией? Насколько Армения, если, правильно ли я трактую позицию Пашиняна, что он сейчас не готов вписываться за Карабах, и Армения не будет ничего делать в настоящий момент? А что означает вписываться за Карабах? Ну, каким-то образом помогать, я не знаю, отправлять туда какие-то... Ну, как я помогаю? Я вас проинформировал, что уже две недели вся Армения заблокирована тысячами войсками Азербайджана. Ну, то есть, Азербайджан поставил войска на границы, соответственно, на восточной границе Армения, на западной границе Азербайджана и наводит порядок на свои территории? По всей, по всей. И ждут. Если кто-то один патрон будет стрелять, они войдут уже в Армению. А потом уже, что будет делать ОДКБ? Вы знаете об этом? Кто-то знает, что будет делать ОДКБ? Ну, я... Кажется, ничего? Из территории защиты ОДКБ 150 квадратных километров прямо сейчас оккупировано Азербайджан. Что сделало ОДКБ? Кажется, ничего? Ну, да. И еще есть договоренности с Россией. До ОДКБ у нас есть договора с Россией. И Россия, кажется, не делает ничего? Для России, да. И что для России? Что для России? Суверенная территория Республики Армения – это красная линия. Все мои коллеги, все мои друзья до сентября 2022 года все говорили. Нагорный Карабах, ну это понятно, мы же не могли там что-то делать. Но, если будет какая-то агрессия против суверенной территории Республики Армения, то у нас же есть обязательства. Есть документы подписанные. Это красная линия для Российской Федерации. Мы это не допустим. После этого 150 квадратных километров было оккупировано. Более 200-220 жертвы были. Военнопленные до сих пор в бакинских тюрьмах сидят. А что говорили из России? Говорили, а, вы знаете, у вас же делимитации нету. А, ну надо делимитировать там граниты, понять, где ваши граниты. А непонятно, да, были наши граниты? А когда непонятно были наши граниты, что? Они подписали, что? Над чем они взяли обязательства? О чем мы говорили? Вообще 30 лет. Где наши обязательства для друг друга просто, понимаете? Вот телеграм-канал, республика. Я как юрист с вами говорю, понимаете? В недавнем интервью. В Армении вообще понятно, что говорят. Да, Никол Пашинян сказал, что, возможно, Армения выйдет из ОДКБ. Это серьезное заявление? То есть они действительно обсуждаются сейчас? Смотрите, Армения до сих пор, они говорят, из России мы очень много получаем заявление, что Армения хочет поменять вектор. Там хотят поменять вектор. А что Армения вообще сделала? Мы вышли из ОДКБ? Нет. Мы вышли из Евразиса? Нет. Никакие-то договоренности с Россией сказали, что мы все не будем делать? Нет. Ну, вы провели армяно-американские учения, супруга Пашиняна съездила в Украину. Так это воспринимается? А вы знаете, что эти учения у нас проходят с 2011 года? Просто у вас в России освещали это так, что это первый раз, первый раз в мире Армении. Это, знаете, о чем? У нас есть этот миротворческий контингент, миротворческая бригада, которая работает. Из этого миротворческого контингента, кстати, мы отправили в Сирию по просьбе России. По просьбе России. Вот этот миротворческий контингент сейчас просто тренировался со своими коллегами, с кем они в Афганистане били, в миротворческих миссиях, в Ираке и на много разных местах. У нас, к сожалению, время заканчивается, но я вас все равно спрошу напоследок. Вот последние заявления, понятно, вот про армяно-американские учения это понятно, но вот, например, заявление про выход из ОДКБ или о том, когда Никол Пашинян сказал, что пообещал полностью ратифицировать римский статут. Вот эти вот заявления, понятно, что они идут на такой прямой конфликт с Россией, это говорится, потому что есть какие-то договоренности с Западом. Есть какие-то договоренности или на что расчет, когда вот такие заявления звучат? Спасибо за вопрос. Все договоренности, которые у нас есть, и били, которые у нас есть, и били, все это публично, все это публично. У нас никаких договоренностей нет. Все публично есть. Насчет римский статут, знаете, что было? Была встреча в Москве и армянская сторона, предложил России, что есть механизмы насчет нашего римского статута, что это против России не может быть использовано. Просто у вас пропаганда работает так, что вот все это против России делается. Есть же механизмы, есть. Римский статут Армения хотела ратифицировать из-за того, что Азербайджан на территории Армении, каждый раз, когда они агрессию организовали, они вели такие преступные бои, как ИГИЛ, чтобы у нас была возможность подавать в Международный уголовный суд. Это как вообще против России? Ну понятно. Есть механизмы, я еще раз говорю. В России все это знают, об этом механизме, об предложении Армении. Как друг, как союзник. Что предлагала Армения? Я уточню еще раз Машин вопрос, потому что я не услышала четкий ответ от вас. А в Международном уголовном суде все-таки рассматриваются сейчас дела уже о военных преступлениях? Смотрите, в Международном уголовном суде нет. Но в Международном суде ООНа да. Два разные судебные инстанции. И в ГААГе, да, и уголовный суд, и Международный суд справедливости, но это разные судебные инстанции, да, конечно, есть. И этот суд, этот суд уже дважды решил, что Лачинский коридор должен быть открыт. Ссылаясь на документы 9 ноября, который подписал президент России Владимир Путин с премьером Армении и с президентом Азербайджана. Спасибо большое. Посол Армении по особым поручениям Мадмун Марукьян был у нас в эфире. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.